МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вы летели в копеечку. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Крик души в Сарове обострилась проблема с бездомными животными. До миллиона рублей на компенсацию 100% первого взноса. Администрация объявила конкурс на представление субсидий по договорам лизинга. Далее расскажем по всем подробно. Дорожный 14% стал собрать в школу первоклассника. Такие данные приводит Росстат. Сильно возросла цена на канцелярию, а именно на бумажную продукцию. Заметили ли повышение цен сыровчаней, как правильно собрать в школу первоклассника? Расскажем далее. 22 300 рублей на мальчика и 26 800 рублей на девочку. Примерно столько в этом году потратят родители на базовый набор первоклассника – одежду, обувь и школьные принадлежности. Такими данными поделилась Федеральная служба государственной статистики. По сравнению с прошлым годом собрать в школу первоклассника стало дороже в среднем на 14%. Цены возросли также и на школьную бумажную продукцию – тетради, учебники, дневники. За последний год они подорожали на 20-30%. Очень повысилась цена на бумагу, конечно, на тетради, на клей. Мы пока только пришли, но уже видим, что цены, конечно, да, ну, раза в полтора, наверное. Ну, если брать в целом, то это будет общее такое ощутимое повышение. Конкретно я не могу сказать, ну что. Ну, в первую очередь, конечно, бумага для принтера, она в ходу, ее надо много. Мне кажется, ручки оболосились, пластики, ну, тетради. Для младших классов необходимо большое количество канцелярии, тетради в клетку и косую линейку, простые и цветные карандаши, ручки, папки, а также набор принадлежностей для уроков ИЗО и технологии. Обратите внимание на правильный подбор пишущих принадлежностей первоклассники. Ручка должна быть удобной для ребенка. Ручки берут, которые либо трехгранные, либо которые детям удобнее. Некоторые дети, например, неудобно держать, там уже в зависимости от ребенка. А есть даже специальные ручки, которые для левшей идут, для правшей. Все это есть, все это продается, и линейки для левшей есть, и ножницы как бы под каждого ребенка. Но как бы все равно просят вроде бы трехгранные с насадками. Для младших школьников будет более удобным пенал со специальными отделениями для ручек, карандашей и линеек и несколькими секциями. А рюкзак первоклассника должен отвечать нескольким важным требованиям. Плотно прилегать к спине ребенка с твердым каркасом, легкие негромостки и сам по себе. В идеале лучше приобрести ортопедический рюкзак, который поддержит правильное положение спины у ребенка. От четырех тысяч, но они полностью ортопедические, предназначенные от первого класса есть у нас. У них спинки полностью ортопедические, под любую спину они регулируются, и под весы. Идут они меньше килограмма, как бы для детей младших идеальные. Сейчас средний чек на канцелярию в магазине Сарова выходит для родителей в среднем в две-две с половиной тысячи. Основная причина роста ценника на бумажную продукцию – удорожание себестоимости сырья, бумаги и полиграфических красок. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Бессердечные докхантеры травят животных. Бездомные собаки не дают прохода горожанам. Две противоположные позиции столкнулись в социальных сетях. Одни сетуют, что безжалостно разбрасывать яд на улицах. Другие утверждают, что иначе проблему с беспризорными псами не решить. Где компромисс, как защитить от докхантеров домашних животных и возможно ли найти выход из ситуации без жестоких мер, разбиралась наша съемочная группа. На прошлой неделе в соцсетях появилось обращение сыровчанки Анастасии Зориной, которое вызвало общественный резонанс. Девушка на видео рассказывает о том, как лично столкнулась с проблемой докхантеров в нашем городе. На ее глазах от отравления умирала бездомная собака. Анастасия пыталась спасти животное, отвезла в клинику, но было слишком поздно. Она умерла буквально на ее руках. Случившееся потрясло сыровчанку до глубины души. На это смотрели дети, на это смотрели взрослые. Источный крик. Собака билась в конвульсиях, очень судорога. В общем, там ужасная картина на самом деле происходила. Анастасия решила привлечь внимание общественности к проблеме докхантеров. Сейчас она собирает подписи неравнодушных сыровчан. С заявлением девушка хочет обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разбрасывает яд на улицах города. Я призываю всех жителей подписывать мое заявление, которое мы намерены, уже теперь мы, потому что очень большой резонанс. Мы намерены обратиться в прокуратуру и привлечь к ответственности жителей, которые занимаются травлей животных. Животное было отравлено. Это не я придумала. Это заключение. И сразу первое, о чем сказал врач. Общественность в комментариях разделилась на два лагеря. Отни жалеют погибших животных и осуждают жестокость докхантеров. Другие боятся за своих детей и близких, когда замечают около детских площадок стаи собак. Но в одном общественность солидарна. Проблему нужно решать на законодательном уровне. Программа ОСВВ отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, которую приняли в 2018 году, не решает вопрос с бездомными собаками в нашем городе, а лишь усложняет его. Я общаюсь с коллегами в разных городах. Все говорят об одном и том же. К сожалению, та идея, которая была заложена в федеральном законе о заботе с безнадзорными животными, она казалась не совсем работоспособной, либо механизмы, которые были предложены, не дают того самого эффекта. На проблему обратили внимание и народные избранники. В ближайшее время этот вопрос поднимут на комитете. Я как председатель комитета не остаюсь в стороне. Мы на ближайшем заседании рассмотрим данный вопрос, пригласим всех необходимых и заинтересованных людей, пообсуждаем и попробуем как-то сдвинуть этот вопрос с того состояния, которое у нас сейчас есть. Потому что если уже люди перешли на методы разброски этого яда, то это опасно не только для собак. Это и маленькие дети, которые могут что-то взять, и домашние животные, которые с хозяевами. Местная власть обратила внимание на проблему, но решить ее в одночасье невозможно, а потому сыровчанам нужно быть предельно осторожными, поскольку яд может сейчас лежать во дворе вашего дома. Выгуливайте собаку в наморднике, не подвергайте питомца опасности. Каждый раз после прогулки важно смотреть за тем, как собака себя ведет. Если ваш питомец проглотил что-то угрожающее, в первую очередь нужно вызвать рвоту. Если рвоту вызвать удалось, это уже замечательно, как говорится. И дальше, как вариант, можно использовать активированный уголь из расчета, одна таблетка на килограмм веса, энтеросгель, столовая ложка на 10 килограмм веса. Но остальные процедуры уже владельцами, многими владельцами самостоятельно не могут быть проведены. Поэтому по возможности животное нужно доставить в ближайшую клинику или к ветеринарному специалисту. Мы будем следить за развитием событий. В ближайших выпусках расскажем, какие пути решения проблемы бездомных животных выберут народные избранники. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Кратковременное замутнение холодной воды в центральном районе города возможно с 30 августа по 2 сентября. Это связано с ремонтом участка водовода, сообщает МУП «Горводоканал». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Автовладельцы смогут урегулировать убытки по ОСАГО в электронном виде с 15 июля следующего года. Им не придется лишний раз ездить в страховую компанию, чтобы писать заявление, согласовывать даты осмотра машины или проведение независимой экспертизы, если она вдруг понадобится. Банк России разработал порядок взаимодействия между потерпевшим ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по ОСАГО. Поправки в указание ЦБ выложены для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов. При этом сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом, посетив офис страховой компании. Аномально жаркая погода в регионе подходит к концу. Антициклон, который сейчас установился на Центральной России, останется еще минимум на неделю. Однако температура начнет немного снижаться уже с понедельника, сообщает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Что касается прогноза на осень для нашей страны, то те же европейские центры погоды предсказывают, что она в России будет теплой, отметил синоптик. Глобальное потепление приводит к росту числа блокирующих антициклонов, подобных тому, который сейчас установился на территории Европы, рассказал Семенов. Поэтому в будущем можно ожидать еще более сильной засухи и жару. Вакцины от гриппа поступили в клиническую больницу номер 50. Сови грипп для взрослого населения, ультрекс квадри для беременных женщин. О поступлении вакцины для детей сообщат дополнительно. Период с сентября по ноябрь является оптимальным для вакцинации против гриппа, чтобы успел сформироваться иммунитет. Записаться на вакцинацию можно на портале пациента на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 95511. Администрация объявила конкурс на предоставление субсидий на возмещение первого взноса аванса по договорам лизинга оборудования. Компенсирует 100% первого взноса до 1 миллиона рублей по договорам, которые заключили в течение последних четырех лет. О том, кто может претендовать на финансовую поддержку, какие документы необходимы для ее получения, расскажем далее. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидий осуществляется в Сарове из года в год. В этот раз администрация города получила дополнительные средства на поддержку бизнеса. Это и позволило увеличить сумму субсидий в рамках конкурса на возмещение первого взноса аванса по договорам лизинга оборудования и транспортных средств. Претендовать на компенсацию первого взноса под договорам лизинга могут предприниматели, имеющие статус субъекта МСП. То есть, прежде всего, нужно проверить, есть ли такой статус. Ну, я думаю, что у всех есть. Должна отсутствовать задолженность по налогам на первое число месяца, проведение конкурса, подача заявки. И такое важное условие должно быть не менее трех сотрудников. Зарплата работников при этом не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. Предприниматели могут получить стопроцентную компенсацию первого взноса до 1 миллиона рублей, но не более 200 тысяч на одного сотрудника. По срокам договора лизинга должны быть заключены в течение последних четырех лет. Необходимо взять во внимание, что требования к первому взносу – это не более 50% от стоимости приобретаемого оборудования. Перечень документов включает заявления, технико-экономическое обоснование, определенные финансовые показатели и документы, подтверждающие факт заключения договора лизинга. И если платежи уже по договору лизинга были, что эта ситуация наиболее распространенная, то подтверждение своевременной выплаты этих платежей. Субсидия предоставляется на конкурсной основе, поэтому заявители оценят по нескольким критериям. Один из них – победа в конкурсе – лучший предприниматель. Критеты могут рассчитывать резиденты ТОСР и те предприниматели, которые берут на себя обязательства по увеличению среднесписочной численности сотрудников. То есть, если ранее мы говорили о том, что число сотрудников нужно увеличить обязательно, то в этом году заявитель вправе решить. Либо он сохраняет численность, то есть уменьшить численность, получив эту субсидию, невозможно. То есть, основное условие, чтобы не было сокращения числа рабочих мест. Так вот, заявитель решает сохранить ему численность в том объеме, в котором нужно. Либо он может взять на себя обязательство по увеличению численности, тогда его шансы на получение субсидии будут гораздо выше. Еще одно изменение в нормативной базе конкурса этого года допускает небольшую задолженность по налогам – до 300 тысяч рублей. Срок предоставления документов – до 31 августа. Вся необходимая информация по конкурсу, по предоставлению субсидий по договорам лизинга есть на сайте администрации и Центра поддержки предпринимательства. Также можно обратиться непосредственно к специалисту городской администрации Олевтини Назаровой по телефону 977-53. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяинов», в которой рассказываем о животных в приютах Мурдом. Наша цель – помочь им найти любящую семью. В этом выпуске поговорим о Кеше и Пухле. Кот Кеша появился в приюте не так давно. Его история довольно стандартная и печальная. Два года он рос в ласке и заботе у пожилой женщины, но хозяйка умерла, а родственники не смогли найти с котом общий язык. Как рассказала семья, Кеша, заигравшись, стал прикусывать ребенка. Так кот и оказался в приюте. Оказался, соответственно, свет паспортом. То есть у него все прививки есть. Он абсолютно здоровый кот. Просто случилась вот такая ситуация. И мы сейчас ему ищем новую семью. Это очень красивый, ласковый кот. Кеша настолько шикарный кот, что его харизму не может сдержать ни один вольер. Он сразу дал понять, что он животное свободолюбивое и должен ходить где хочет. Волонтеры прислушались и выпустили Кешу гулять по приюту. У него есть свои лоток и миска. Он прекрасно справляется с ролью смотрящего. Но, тем не менее, даже сытая жизнь в приюте не заменит коту семью. Подойдет в семью без маленьких детей, потому что, опять-таки, опыт с детьми показал, что может, да, поцарапать, случайно покусать. Опять-таки, не со зла, а просто в азарте игры. Поэтому к маленьким деткам не стоит. Вот если уже детки постарше, школьники, которые знают, да, что котики – это не игрушка, что его не надо с ним играть, если он не в настроении и так далее, то да, уже никаких проблем не будет, все будет хорошо. Еще один кот приюта – Пухля, чем-то похож на Кешу. Привезли животное из Берещина, где все проводницы дружно его подкармливали. Живет Пухля в вольере с кошками, как султан в Гареме. Котик очень ласковый, ориентирован на человека. Ранее уживаться с другими животными у него не получалось, но сейчас он исправляется. Познакомиться с Пухлей и Кешей можно, придя в приют Мордом. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «Шестнадцать» и социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА